Перед началом ролика рекомендую вам мониторинг обменных пунктов BestChange. Здесь вы сможете обменять, купить или продать электронные деньги и криптовалюту по самому выгодному курсу. Вывести деньги на карту любого банка или пополнить любой электронный кошелек. Ссылка в описании под видео. Озеро Черное расположено вблизи деревни Брусы Мядельского района Минской области, Беларусь. Этот водоем входит в состав Нарочанского национального парка, окружен густыми лесами, по его берегам произрастают болотные и кустарниковые растения. Из-за топкого, илистого дна поверхность воды кажется темной, хотя на самом деле, вода достаточно чистая и прозрачная. Максимальная глубина может достигать более 4 метров. Следует отметить, что озер с подобным названием на карте Белоруссии можно встретить несколько, но только это может похвастаться наличием в своих водах особой разновидности русалок, называемых озерницами, в оригинале – озерно-ци. Старинные легенды часто населяют реки, озеро и болота разнообразными мифическими существами, как правило, не слишком дружелюбными к людям. Возможно, это вызвано естественным и легко объяснимым страхом перед темными глубинами, где человека могут подстерегать неведомые опасности. Тьма таинственно, непроницаема для обычного зрения, поэтому-то большинство мрачных фольклорных персонажей начинает охоту только с наступлением ночи, когда человек особенно уязвим и беззащитен. В этом отношении озерницы и не отличаются оригинальностью, свою деятельность они разворачивают преимущественно по ночам. Происхождение озерницы или озерных дев точно неизвестно. Есть версия, что они доводятся ближайшими родственницами озерному, могущественному духу, обитающему во всех озерах. По неизвестной причине озерный отдалил их от себя и других своих многочисленных отпрысков, несколько видоизменив и оставив им в качестве места обитания одно лишь черное озеро. Также не исключено, что озерницы появились одновременно с возникновения самого озера и исчезнут тоже только вместе с ним. Во всяком случае, можно точно утверждать одно, озерницы приходятся родными сестрами-русалкам, болотницеам, мавкам и другим персонажам славянских легенд, связанным со стихией воды. Хотя все озерницы являются существами женского пола, более того, молодыми девушками, внешне их нельзя назвать привлекательными. Сказания описывают озерных дев, как высоких, костлявых, изможденно выглядящих существ, лишь отдаленно напоминающих живых женщин. Озерницы обладают длинными волосами зеленого цвета, обычно темной или зеленоватой кожей, а вместо ступней имеют нечто вроде плавников. Одежда их состоит из сплетенных из водорослей платьев или накидок, головы часто увенчены венками, изготовленными из речных растений. Интересно, что между собой озерницы общаются на непонятном, напоминающем птичий клекот, языке. В местных легендах сказано также, что эти существа, по-видимому, не имеют крови, используя вместо нее некую субстанцию, напоминающую обычную воду. В отличие от своих ближайших родственниц, озерницы не обладают способностями к изменению внешности. В лунные ночи они выходят на берег Черного озера в своем истинном облике и занимаются распеванием песен, причем, очевидцы утверждают, что в этом случае их пение по красоте можно смело сравнить с соловьиными трелями. Случайно оказавшемуся рядом человеку достаточно затаиться и не привлекать к себе внимания, в этом случае озерницы и не заметят его. Если же прохожий выдаст свое присутствие, девы утащат его на дно Черного озера и там умертвят. Особенно желанной добычей для озерницы являются юноши и молодые мужчины, которых, согласно преданиям, много пропадает в этих местах. Озерные девы обитают в Черном озере и сегодня, правда, число их постепенно сокращается. В настоящее время термином «озерницы» часто обозначают всех мифологических персонажей, обитающих во всех озерах вообще, а не только в Черном озере.